Здравствуйте, друзья мои! Приветствую вас на канале Блог Дальневосточника. Сегодня мы поговорим о школьных годах. Не так давно я случайно прогуливался, попал на общегородской выпускной и решил немножко поснимать его. И так родилась тема этого видео. Мне уже далеко за 25, и я решил вспомнить свои школьные годы. Я полагаю, что моей аудитории тоже около 25-35 лет, и вам это будет, возможно, интересно. Прошу вас поддержать мой канал, поставить этому видео лайк, подписку, потому что для меня это важно. Я занимаюсь этим просто для души. Спасибо. Когда я смотрел на молодых выпускников, которые заканчивают школу, на меня невольно нахлынула ностальгия. Если честно, я не знаю, приятная она или нет. С одной стороны, всегда грустно, когда вспоминаешь школьные годы. С другой стороны, когда я мысленно проанализировал по конкретным пунктам школьную жизнь свою и своих одноклассников, а также других людей, то понял, что все-таки школьные годы – это не лучшее время жизни, хоть и самое ностальгичное, скажем так. Давайте перечислим несколько пунктов и разберемся, что же было лучше в школьные годы, а что хуже. Первое – это надежды на будущее. Сейчас мы уже понимаем, кем мы стали в плане профессии, в плане дохода, кем можем стать, а кем точно не можем. Тогда же, конечно, мало кто хотел стать космонавтом. Все-таки не был Советский Союз уже, когда я был школьником. Но все равно думал о какой-то карьере, либо о государственной карьере и политике, или о бизнесе и карьере в бизнесе, в корпорации. Но сейчас я понимаю, что с моим стремлением к свободе все это будет невозможно. Второй пункт – это деньги. Сейчас каждый из нас может заработать определенную сумму, накопить на что-то. В любом случае, каждый может позволить себе съесть вкусность или сходить на фильм в кинотеатр. То есть каждый из нас может позволить себе нечто такое, что превосходит обычные потребности вроде еды, простой одежды и констоваров для учебы. В школьные же годы даже 100 рублей приходилось обосновывать, просить, для чего тебе это нужно. А не всегда же можно сказать, что тебе это нужно для того, чтобы там купить что-то вкусненького после уроков, или для того, чтобы пригласить какую-то девочку в кинотеатр. Приходилось откладывать со школьных завтраков, с обедов, или пытаться подработать какую-то копеечку, что у школьников, конечно же, не очень получается. Третий пункт – это свобода. Сейчас каждый из нас может выбрать себе место работы. Каждый может выбрать ходить ему на карате, или в тренажерный зал, или может быть на курсы легкой атлетики, или на курсы танго. В школьные же годы очень многое зависело от родителей. И это как батарея. Могут быть хорошие, могут быть плохие, могут быть демократичные, могут быть тоталитарные и не совсем понятно, какие лучше, а какие хуже. И родители не выбирают, мне с этим более-менее повезло. Но у некоторых могло быть и хуже, и у некоторых вообще их могло не быть, или только мама, а отца, например, нет. Сейчас мы можем переиграть многое, что мы можем выучиться на другую профессию, сменить карьеру, сменить место жительства. Четвертый пункт – это любовь и отношения. Почти у каждого из нас в школе была неудачная, безответная любовь, как у мальчиков, так и у девочек. Кто-то нравился, кто-то не нравился. Но мы были зажаты в некоторые рамки условностей, и поэтому даже не смогли иногда пригласить девочку или мальчика, который вам нравится куда-то погулять, в кино, в кафе, а часто и денег не было. Сейчас, во взрослой жизни, можно получить любой спектр отношений, от платных до бесплатных, от Заксон до отношений на одну ночь, но прежней романтики и искренности совсем уже нет. Пятый пункт – это здоровье и энергия. А вот с этим в школе было гораздо лучше. Я мог заниматься и спортом, и делать уроки, и ходить на уроки, и делать домашние задания. И еще было время и энергия, чтобы поиграть, и все вроде бы успевал. Например, сейчас мне относительно сложно отработать полный рабочий день, потом сходить в спортзал, потом сделать несколько видео на этот канал, на игровой. И поэтому очень редко выходят видео даже на этом канале, потому что у меня, помимо прочего, есть и другие дела. Сейчас у большинства взрослых людей нет той энергии, которая была в юном возрасте. Конечно, правильным образом жизни мы можем сохранить энергию, но сам этот правильный образ жизни часто тратит и деньги, и время, и ту самую энергию. Пришла пора подвести итог. Даже если хочется вернуться в школу, то я понимаю, что будет много дел, которые мне лично не нравятся, и надо делать, потому что надо. Если, допустим, сейчас я работаю на той работе, которую я выбрал, я изучаю те предметы по тому же программированию, которые я выбрал, я хожу в тот спортзал и общаюсь с теми людьми, которых я выбрал, я веду канал и записываю данное видео на ту тему, которую я выбрал, то в школе я должен был бы делать огромное количество вещей, которые я не выбирал. Хорошие, они плохие, но я их не выбирал, и это точно. Конечно, сейчас в школе учиться, на мой взгляд, немного проще, чем в нулевые года. А все это благодаря интернету. Уже примерно с 8 класса можно заниматься тем, чем интересно, общаться с теми, с кем интересно, посредством соцсетей. Даже к тому самому страшному ЕГЭ можно готовиться удаленно, не посещая школу. А по сути дела, сдача ЕГЭ важнее, чем оценки в аттестате и отношения с одноклассниками, с которыми вы потом, возможно, даже и не увидитесь. Очень много времени в школе тратится впустую. Спасибо за внимание. С вами был Блок Дальневосточника. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok